Вы сталкивались с проблемой, что вам хочется что-то посмотреть на выходных, а в голову ничего не приходит? Тогда предлагаю вам канал Movie Hunter. На этом канале вы можете найти подборки по несколько разных фильмов в каждой. Не знаете, что посмотреть? Заходите и найдете то, что нужно. Ссылка в описании. Люди всегда были склонны брать пример со своего ближайшего окружения. В первую очередь с родителей, старших братьев, сестер и прочие родни. Само собой, кинематограф не стал исключением. Поэтому в числе самых известных актеров мира хватает родственников и целых актерских династий. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о самых известных родственных связях Голливуда, о которых вы, возможно, даже и не догадывались. Так что готовьтесь удивляться. Погнали! Николас Кейдж, София Коппола и Фрэнсис Форд Коппола. Фамилия Коппола давно и заслуженно вошла в историю мирового кино благодаря режиссеру Крестного Отца Фрэнсису Форду Копполе. Помимо целой кучи золотых статуэток и приличного списка первоклассных фильмов, Фрэнсис имеет немало близких родственников, которые также посвятили свою жизнь кинематографу. Его дочь София Коппола снялась в нескольких фильмах, но наиболее успешно проявила себя в качестве режиссера. Получив Оскар за сценарий к фильму «Трудности перевода», актриса Талия Шайр приходится сестрой Фрэнсису Копполе, а Джейсон Шварцман и человек-мем Николас Кейдж – его племянники. Мало кто знает, что урожденный Николас Ким Коппола взял себе фамилию Кейдж для того, чтобы дистанцироваться от знаменитого дяди и самостоятельно прийти к успеху. При этом сам Коппола как-то сказал, что хорошего актера из Кейджа не получится. В итоге Николас стал обладателем Оскара и многомиллионных гонораров, а потом взялся сниматься во всякой фигне. Так что попробуй теперь разберись, кто из них оказался прав. Ну а я все равно люблю Кейджа за его харизму. Кстати, не так давно Кейдж первый раз посетил Россию, и меня пригласили с ним увидеться. Кто подписан на мой инстаграм, уже в курсе. Я, конечно, не стал упускать возможность, так как в моем личном списке не так много актеров, с которыми я бы хотел увидеться. Всего человек 15. В общем, в связи с такой радостью я решил разыграть одну из подписанных им футболок и вот такую вот фотографию. Он, кстати, в тот день почти не улыбался, но мемы с его же лицом его все-таки улыбнули. Так что если хотите получить вот такую футболку или фотку с его росписью, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой паблик Кинокритика и делайте репост записей ВКонтакте с этим видео. А двух победителей я пределю случайным образом через пару недель. Вот такие пироги. Поехали дальше. Уилл Смит и Джейден Смит. В отличие от Николаса Кейджа, Уилл Смит не стал заморачиваться по поводу самостоятельных достижений своих отпрысков и просто притащил их в кино по блату. И если Смит-старший некогда показывал действительно достойную игру, причем как комедийную, так и драматическую, то его сынок Джейден пока как-то не очень оправдывает надежды звездного папашки. Дочь Смита Уиллоу также снялась в паре фильмов, но дальше дело как-то не пошло. Ну а жена Джада Пинкетт Смит начала сниматься еще в начале 90-х. Но из достижений у нее лишь одинокая номинация на Золотую Малину за худшую женскую роль. Вот такой вот семейный подвяз. Бизнес и ничего личного. Мэгги и Джейк Джилленхол. Актер Джейк Джилленхол, который в последнее время регулярно радует меня своими работами, также имеет среди коллег близкую родственницу. Это его старшая сестра, обладательница Золотого Глобуса Мэгги Джилленхол, с которой они даже играли брата и сестру в фильме «Донни Дарко». Джейк и Мэгги родились в семье известного режиссера Стивена Джилленхола и сценаристки Ноами Фонер. Так что их семью тоже можно смело перечислять к полноценным династиям. Мартин Шин, Чарли Шин и Эмилио Эстевис. Рамон Херрардо Антонио Эстевис, наиболее известный как Мартин Шин, обрел популярность благодаря фильму вездесущего Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Его дети решили пойти по стопам отца и тоже стали актерами. И если старшего сына Эмилио Эстевиса вы можете и не знать, то Чарли Шин известен всем. К сожалению, со временем он стал более знаменит своими пьяными выходками и сексуальными скандалами, чем актерскими достижениями. Но это уже совсем другая история. Майкл Дуглас и Кирк Дуглас. Если продолжать тему отцов и детей, то нельзя не вспомнить знаменитую семью Дугласов. Актер Кирк Дуглас, урожденный Исур Гершелевич Даниилович, родился в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из Беларуси. Впоследствии Кирк отслужил на флоте во время Второй мировой, стал одним из самых кассовых голливудских актеров своего времени, родил четверых детей и продолжает здравствовать в свои 99 лет. Его дети двукратный лауреат премии Оскар Майкл Дуглас, актер Эрик Дуглас, а также продюсеры Джоэль и Питер Дугласы. Анжелина Джоли и Джон Войт. Популярная актриса и режиссер Анжелина Джоли в первую очередь известна тем, что состояла в браке с не менее популярным Брэдом Питтом. Супругов часто называли самой красивой парой Голливуда, а каждый из них по отдельности не раз входил в списки самых красивых и сексуальных людей мира. Но далеко не все знают, что помимо этого Анжелина Джоли приходится дочерью, очень известному актеру и обладателю Оскара Джону Войту. Как известно, детство у Анжелины было не очень-то радужным. И не в последнюю очередь потому, что Джон Войт бросил семью почти сразу после рождения дочери. Так что отношения между ними долгое время оставались напряженными, а все попытки сблизиться заканчивались провалом. Ллойд Бой и Джефф Бриджесы. Не менее успешным в делах отцовства и кинематографа стал знаменитый актер Ллойд Бриджес. Он пришел в кинематограф еще в 1941 году и снимался до самой своей смерти в 1998. Несмотря на продолжительную и вполне успешную карьеру, громких наград актер не получил. Зато оставил после себя двух сыновей, которые решили пойти по стопам отца и стали обладателями самых престижных премий в мире кино. Старший сын Боб Риджес дважды получал Золотой Глобус как лучший актер сериалов для ТВ. Ну а Джефф Большой Любовский Бриджес и вовсе стал лауреатом премии Оскар и снялся во множестве первоклассных картин. Марлон Уэнс и его братья. Ну а сейчас, я думаю, многие будут в шоке. Темнокожий актер Марлон Уэнс запомнился детям 80-х и 90-х своими харизматичными, но абсолютно дебильными ролями в фильмах вроде «Не грози Южному Централу» и «Без чувств». До сих пор помню, как мы с друзьями втихаря от родителей смотрели эти дурацкие комедии, а потом делились впечатлениями в школе. Надо признать, что как актер Марлон Уэнс вовсе неплох. И в его фильмографии есть несколько вполне серьезных фильмов, таких как «Над кольцом» и «Реквием по мечте». Но мало кто знает, что в семье Марлона было аж 10 детей, поэтому у него есть 5 сестер и 4 брата. Дуэйн, Кинан, Шон и Дэймон, Майор Пейн, Уэнс. Все братья также стали актерами, причем снимаются они все в основном в комедиях одного и того же уровня. Думаю, вы и сами легко вспомните целую кучу фильмов с их участием. Лично я люблю эту семейку. Талантливые негры, что тут скажешь. Рон Ховард и Брайс Даллас Ховард. Классный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Рон Ховард может гордиться не только собственными достижениями в кинематографе, но и своей вполне успешной дочерью. Миловидная актриса Брайс Даллас Ховард, которую большинство может вспомнить по роли в мире юрского периода, прочно решила связать свою жизнь с кинематографом еще в юности, несмотря на первоначальное сопротивление отца. Режиссер Игорь Разума и двукратный обладатель Оскара не понаслышке знал о суровых реалиях киношного бизнеса, так что не очень-то горел желанием пускать свою дочь в эту профессию. Но характер у девушки оказался крепким. Она не только добилась своего, но и сделала это самостоятельно, не пользуясь протекцией знаменитого папы. В частности, из-за этого на актерских курсах она училась под именем Брайс Даллас, чтобы ее не воспринимали как дочку крутого режиссера. Кстати, ее дедушка Ранс Ховард также был актером, как и дядя Клинт. Так что в этом ремесле семейство Ховардов имеет довольно крепкие корни. Мэрил Стрип и ее дочери. Трехкратная обладательница премий Оскар и кучи других престижных наград Мэрил Стрип навсегда вписала свое имя в список самых титулованных актрис в истории кино. Более того, она 19 раз номинировалась на Оскар и 28 на Золотой Глобус, что является абсолютным рекордом среди всех актеров за всю историю кинематографа. Перед этой женщиной и ее талантом рассыпались в комплиментах такие люди, как Клин Тейстут, Роберт Де Ниро, Джим Керри, Джек Николсон и Курт Рассел. Не считая целой толпы различных критиков да экспертов. Одному богу известно, какое колоссальное давление должны были испытывать ее дочери Эмми и Грейс Гаммер, когда тоже решили стать актрисами. Хотя я бы спросил по-другому, о чем они вообще думали. Вряд ли хотя бы одной из них удастся приблизиться к достижениям их звездной матушки хоть на пушечный выстрел. Ребят, это была первая часть серии роликов об актерах-родственниках. Так что, если вам понравилось и хотите узнать еще больше интересного по этой теме, то ставьте лайк. А еще сейчас вы можете посмотреть видео о пяти самых скандальных актерах, ролик тот, что справа. Или посмотреть какой-нибудь мой свежий обзор премьеры вроде Дуэлянта, ролик тот, что слева. Все ссылки есть в описании. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал, мои паблики и инстаграм. До скорого, пока.